Здрасте, а мы продолжаем рубиться на нашей любимой зеленой долине. Карьерка продолжается и сегодня мы, разумеется, запустим новое производство и новые покупки у нас сегодня будут. Как обычно, друзья, сначала о том, что нам нужно сегодня сделать. Для начала, как обычно, конечно же, убрать наше поле. На нем опять растет канола и опять мы ее будем возить на переработку топлива. В принципе, последний раз я не вижу смысла заниматься выработкой топлива вручную, хотя не знаю. В прошлый раз 30 кубов мы собрали, топливо получилось, в общем-то, сами сейчас все увидите. Топливо получилось 16 кубов, то есть примерно 50% объема из того, что мы сюда привезли, насколько я понимаю. В принципе, топливо так-то не сильно дорогое, так что можно будет его вполне себе и закупать для производства, если там где-то что-то понадобится. В общем-то, друзья, надо будет это топливо сегодня отвезти на базу. 16 кубов, так что мы его сегодня вывезем. Далее наша лесопилка. Тут уже почти все доски переработались и, в общем-то, выработала щепа, которая здесь же и как топливо и работает, поэтому надо это все дело щепу именно отсюда достать и положить, загрузить как топливо, чтобы дальше наши бревна, которые мы попилили в прошлый раз, или паза, паза прошлый, да, паза прошлый раз мы все это дело пилили, чтобы эти бревна дальше, в общем-то, попилились на доски. С досками, кстати, у нас не все так хорошо, как могло бы быть. Здесь не такое большое хранилище, но есть, в общем-то, два поддона, три поддона даже. С короткими досками мы их сегодня запустим в переработку в ящики, контейнеры и палеты. И плюс у нас еще-то как отсюда выбраться. И плюс у нас еще есть один палет с длинными досками целый, который мы случайно на склад заправили. Мы, в общем-то, это все тоже запустим в переработку. Сюда нужен будет один работник, поэтому мы сюда этого самого работника и отвезем. Также, друзья, раз у нас нет денег на карьер, а по плану было запускать именно его, то, в общем-то, решено было купить пасеку. Здесь вот есть вот такие вот улья, сюда нужно отвезти, по-моему, двух рабочих, если мне память не изменяет. Нужен один работник, одна спина, 24 часа. Один работник сюда нужен. Хорошо. Ну и, соответственно, здесь будет мед, который можно будет потом то ли продать, то ли использовать в дальнейших производствах. Ну, наверное, будем продавать, что ли. Короче, надо будет купить вот это вот все дело и сюда тоже отвезти одного работника. Так что, в общем-то, давайте тогда начинать. Для начала, друзья, поехали съездим на лесопилку и поделаем все дела там. В частности, нам надо в первую очередь пересыпать щепу, потому что этот прицеп сейчас поедет убирать поле, помогать комбайну. Так что садимся в трактор, цепляем прицеп и погнали на лесопилку. Такс, подъезжаем к лесопилке и погнали загрузимся с щепой отсюда и выспим ее рядом же. Всего у нас здесь 32 куба щепы, поэтому три прицепчика, в общем-то, вот по такой вот схеме надо будет сейчас высыпать. И завод сразу же зашуршал. Пилорама сразу же заработала и дальше у нас сейчас будут тут доски готовиться. Щепы, кстати, насколько я понимаю, здесь получается немножко больше, чем тратится. Может быть даже и в два раза больше, потому что мы 16 кубов соломы привезли и с этого получилось 32 куба щепы. Так что, в принципе, мы в ней нуждаться больше не будем, будем туда-сюда ее возить. Но если вдруг забьется, вывезем куда-нибудь, там, в принципе, найдем куда ее деть. В общем-то, отсюда поехали на наше поле. Приезжаем и сразу же отправляем Валерона возить отсюда к Анову. Дружище, только куда мне интересно ты поехал? Наверное, ты ходишь сначала по маршруту съездить, узнать, как там и что. Ладно, ничего страшного, я не расстроен. Ну и ротора, конечно же, ставим нашего ротора. Он уже неоднократно обрабатывал наше поле. Запускаем и давай, Валерчик, короче, ты все знаешь, как делать. Не первый раз уже, у тебя все должно нормально получиться. Поехал, вдруг. На остановке, кстати, вот уже нас ждут работяги. Эй, тихо-тихо, блин, он чуть не шиб меня. Ждут, в общем-то, работяги, все одинаковые, но ничего страшного. Их тут 10 штук. На остальных остановках тоже по 10 штук. Ждут, в общем-то, пока их отвезут на работу. Для этого надо будет купить специальный транспорт. Но это чуть попозже. Мы же возвращаемся домой, потому что надо немножко погуглить на тему какого-нибудь топливовоза. Я вот, кстати, не знаю насчет вот этой бочки, можно ли с помощью нее заправлять транспорт. В принципе, сейчас мы это проверим. Я знаю точно, что с помощью нее можно брать топливо на заправке, а также можно его выгрузить на нашу заправку. А если на нашу заправку можно выгрузить, то, следовательно, скорее всего, можно будет выгрузить на какое-нибудь предприятие. Короче, 10 тысяч она стоит. Может ее покрасить. Наверное, топливо надо в оранжевых бочках перевозить, потому что, ну, типа, чтобы обращали внимание, что ли. Только мне как-то не нравится этот оранжевый. Хотя старый оранжевый, нормальный оранжевый. Ладно. Ну и, конечно же, на учет ее надо поставить. Так что номер мы ей тоже пихаем. 11-220 вместе с покраской она стоит. Покупаем ее. И, в общем-то, поехали тогда в магазин. Заберем ее. Отвезем, заберем топливо, которое у нас есть на мельнице топлива. Привезем его вот сюда, на эту вот нашу заправочную станцию. И, в общем-то, да, вот такой вот план. Есть у нас для этого специальный ЗИЛ. Вот этот прицеп надо где-то запарковать каким-то образом. Я не знаю, куда. Давайте на травку вон справа пихнем его. Во, нормально он здесь будет стоять, я думаю. Пойдет. Короче, погнали в магаз. Ну что, знакомьтесь. Вот она наша новая бочечка. Так себе выглядит. 10 кубов в ней можно перевезти. Хреново, что на ней написано универсал. Хотя, на самом деле, много чего с помощью нее можно возить. Давайте-ка ее спанем и поедем сразу же на этот самый. На нашу топливную мельницу. Заберем оттуда топливо. Кстати, совсем забыл сказать. С помощью этой бочки можно заправиться на обычной заправке. И в прошлой серии эту заправку мы купили. И уже прошли сутки. И вот, если посмотреть за субботу, доход от недвижимости. 9600 за сутки приносит нам заправка. Это, кстати, очень и очень неплохо. Ну и сколько? Тысяч за 60 взяли? За 10 серий? За 10 дней. Она полностью отобьет себя. Так что, в общем-то, вот такое вот полезное приобретение. Всем советую. А мы погнали. Погнали. Здрасте. А мы тут приехали топливо забрать. В общем-то, давайте-ка подъедем этой бочечкой к этой заправочной станции. И... Пра-па-па-па-пам. Нажимаем загрузить. И да, все грузится. 10 тысяч. Бочка. И, в общем-то, повезли все это дело на базу. Ну что ж, приезжаем мы на базу. И, соответственно, надо выгружаться. Здесь ничего сложного. Просто вот так вот заехать. И появляется у нас триггер разгрузки. Выгружаемся. И поехали еще попытаемся слить топливо с нашего зилка, который мы в прошлый раз купили. Который не подошел. Если же мы с него сможем слить топливо, и от этой бочки можно будет заправляться, то получается вот этот зил нам просто-напросто нахрен не нужен. А нет. Заправиться с него мы не можем. Бочку. Зил заправился, а бочка нет. Давайте еще попробуем, не знаю, вот так вот раком стать как-то. Нет. Она только как заправщик. На самом деле еще хочется попытаться заправиться из этой бочки какую-нибудь технику. В принципе, давайте попробуем из заправки немножко залить сюда топливо. Экспериментики. Выберите бункер. Охрененно. Слушайте. Даже курс-плеем отсюда возить можно будет, если такой триггер. Опс. Во. Давайте попробуем что-нибудь заправить от него. Например, краза. Залазим в кразика. И кразик заправился. По-моему, кразик гребаный заправился. Ну-ка, блин, там и так было много топлива. Надо попробовать чем-нибудь другим. Так, у нас есть еще зил и копейка. Давайте, в принципе, копейку. Кто пишет продать копейку, ребята, она, короче, нам нужна. Это старая фамильная ценность. Тем более, что потом надо будет кататься по производствам, искать, что и как смотреть. Смотрите, 89 литров. Нет, копейка не заправляется. А краз, по-моему, заправился полностью. Или надо с другой стороны подъехать. Копейка не заправляется ни хрена. Блин, как так-то? А кразик заправился же. Ладно, ставим ее обратно. Я на этом не успокоюсь. Краз, видите, полный бак. Как он сюда добрался с полным баком? Мы вот заводим, и у него сразу же не полный бак будет. Ну, не сразу же, но в любом случае сюда доехать, это уже стоит что-то. Ладно, у нас есть еще вот такой вот зилок. Давайте его попробуем заправить. Этот заправился. Фиг его знает, как это работает. Ну, в общем-то, вывод сделаем. Не нужен нам тот зил, который мы в прошлый раз купили. Он, конечно, симпатичный по фэншую, но надобности в нем нет. Хотя, пусть будет. Хорошо, тогда мы эту бочку сейчас разгружаем и где-нибудь паркуем. Мы ее даже оставим прямо здесь. По-моему, для нее, в принципе, хорошее место. Хорошо. Зилок тогда у нас отправляется к своему законному полуприцепу. И пускай здесь и стоит. О, а тем временем сюда привезли еще канолки. В принципе, получается еще 1020 литров топлива здесь будет. Нормально. Делка некая, опять ездит. Ну, хоть не такая страшная, как в прошлый раз. Потому что, я не знаю, у меня в прошлый раз чуть инсульт не случился после того, как я ее увидел. Работает. Вот так вот. Все само. Все само. И сразу же все зашуршало. И сразу же у нас все закрутилось. И это крутота. В общем-то, друзья, теперь нам надо купить пасеку. То, что мы и собирались делать. Пасека у нас находится, если мне память не изменяет, вот тут. Но лучше проверить. И вот откуда сюда, ближе всего прогуляться, будет с магазина. Да, пасека у нас находится вот здесь. Восточный. Здесь у нас, кстати, разведение кроликов будет. Мы этим чуть попозже займемся. Потому что им надо будет корм, в общем-то, готовить. Нам пока нечего. Так что чуть попозже. А для пасеки мы сейчас можем просто взять сюда работника привезти. Он у нас есть. И тут будут, в общем-то, пацаны будут трудиться, собирать нам мед. Не знаю, сколько его будет здесь. В общем-то, посмотрим чуть попозже. В общем-то, покупаем мы этот участочек. 78,696 он стоит. И здрасте. Сразу же можно открыть меню пасеки. Жалко, не показывает производительность. В общем-то, сюда мы работника одного и 8 кубов меда у нас получится на выходе. Насколько я понимаю. Не знаю, это за одну смену столько будет. На самом деле, это много. 8000 литров меда. Это прям реально до хрена. Так что я сомневаюсь, что он будет прям за сутки столько. Ну ладно. Это все такое. Сейчас нам, друзья, надо купить вот такого вот газона. С помощью него будем возить рабочих. У меня, увы, нету другого никакого грузовика. Они вроде как типа тоже платные. Я, короче, в этом не шарю. Если у вас есть автобус, который стопудово, который вы проверяли, что он здесь ездит, который он возит работников на этой карте, автобус, не просто какая-то моделька автобуса, а именно тот, который работает на этой карте, то в принципе я не откажусь, если вы мне его скинете. Не надо только кидать просто автобусы, которые просто моделька, которые ничего не делают. Вот конкретно на этой карте протестированный автобус, который возит этих гребаных работников. Ну, а пока его нету, мы тогда берем газона. Вот он. В принципе, не такая уж плохая моделька. Вполне норм. Единственное, конечно, в таких цветах он для меня немножко диковат. Все-таки решеточка должна быть белой, сам он должен быть голубеньким. Как-то так. В общем-то, вот сюда вот наши рабочие будут залазить, вот так сидеть на скамеечке и ехать. Десять штук сюда может поместиться, девять в кузов и один со мной в салоне может ездить без проблем. Короче, поехали на остановку. Заберем двух рабочих. Одного закинем на пасеку и одного, соответственно, отправим фигарить нам поддончики. И, кстати, довольно прикольная анимация здесь входа в кабину. Правда, мне кажется, она очень быстро нам надоест. Ладно, погнали за рабочими. Ух ты ж, ежик, как ты громко заводишься. И нихрена не с полоборота. Ну, ничего страшного. Пока что пойдет. Ну что, эй, здорово, работяги. Кто пойдет у нас работать? Есть желание у кого-нибудь денег заработать там или еще что-то? Как вам, еще ближе, что ли, подъехать? Не хотите залазить, что ли? Да. Короче, нам надо тысячу литров как-то загрузить. Больше интересно, что они тут все исчезают. Ну да ладно. Тысячу тридцать два. Два работника, получается, мы загрузили. Одного сейчас закидываем на лесопилку. Одного на пасеку. А вот эти тридцать два литра, их надо будет выгрузить обязательно отсюда. Потому что я, в принципе, понимаю, как эта система работает. Пятьсот литров один рабочий, который переносится потом. В общем-то, надо их целиком возить, потому что если где-то что-то кого-то будет не хватать, это будет плохо потом. Может все забагаться. Короче, погнали на лесопилку. Там, кстати, тоже надо будет немножко ручками еще самим поработать. Позакидывать эти поддоны гребаные. Так, здрасте. Я тут вам дешевую рабочую силу привез, что ли? Так, пацаны, пока что сидите тут. А я пока схожу, короче, это самое. Посмотрю, что тут да как. В первую очередь нам, конечно, надо доски закинуть. Увы, эти работники не могут этого сделать. Вася сильные, а они нет. Что у нас тут вообще есть? Три поддона есть с короткими, да? Давайте их закинем полностью на производство. И один вот этот длинный. Давайте-ка выгрузим. Тыдыщ, создать один поддон. И вот он вот здесь появляется. Короче, тащим это все дело на производство. Залетает. Хорошо. И нужны еще также нам короткие. Ой, вот это вот зря было. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой. Ладно. Давай сначала на склад. Придется со склада доставать. Вот это я очень зря ее здесь подшатнул. Она сейчас может, короче, забагаться. По крайней мере, в 17-й так было. Так, ну че ты? Вот я сюда высыпал один поддон, а их стало типа два. Как это работает, я хрен его знает. А короткие доски на складе вообще не появились. А они как бы и не появились. А куда они исчезли? Длинные доски, длинные доски. Хранение палетов, хранение палетов, хранение палетов. Короткие доски. А, понятно, они не сразу появляются. Это нормально. Тут же склад тоже на этой. На глобале. Все нормально. Как тебя, дружище, отсюда выгрузить теперь? Во, короткие доски. Нашел. Максимум. Давай-ка. Создать поддон. Понесли тебя, короче, на производство. Выгружайся здесь. Хорошо. Можно, в принципе, еще один туда запихать. Как вы считаете? Да, все равно будет, как я скажу, да? Как вы считаете? Как не считаете? Может, не на стриме? Аккуратненько вот так вот в обход это все делаем. Все, пускай грузится. Ну и высыпем сюда одного работника. Высыпем. Выгрузим, короче. Того, что у нас в кузове сидит. Не, ну так-то анимация прикольная, но мне кажется, очень быстро надоест. Боже, как громко ты заводишься, ешкин кот. Ладно, поехали. Работника разгружаем. Тихо, тихо, тихо. Он еще песенки поет. Ха-ха, прикольно. Ну правильно, а что ты тут клепаешь эти поддоны гребаные? Блин, прикольная анимация. Мне, слушайте, вообще нравится. Что-то стучит он, гвозди в ведре. Прикольно. Реально прикольно. С анимацией производства тут, конечно, все круто сделано. Ладно. Тут так шумно вообще на этой самой. Он там что-то напевает. Тут этот газончик орет со всей дури. Лесопинка орет. Ну, в общем-то, поехали на пасеку. Там чуваку будет лучше работать. Правда, если его пчелы нахрен не сожрут. А как туда подъехать-то, а? Что-то я как-то не вижу дороги. Ну-ка, погнали в разведку. Ну, вот здесь дорожка какая-то есть. Как на нее выехать-то? Надо было свернуть перед крольчатником, да? Там был поворот. Хорошо. Доехали случайно в крольчатник. Ничего страшного. Сейчас все будет. Чувак, а ты знаешь, что сейчас будешь делать? Ты там это, только технику безопасности почитай на всякий случай. А то пчелы, они падла злые. Эх, ну что, дружище, мне тебя аж жалко, если честно. Я на самом деле пчел очень боюсь. Короче, ни пуха тебе, ни пера. До свидули. А мы отсюда нахрен сматываемся, а то нас самих загрызут тут. Потом как-нибудь зайдем это все дело проконтролировать. Посмотрим, что тут да как происходит. Так, друзья, и каждый раз я вам советую, в общем-то, вот эти остатки выгружать обратно на остановку, чтобы оно все нахрен не забагалось. Потому что делить этих работников сраных, короче, этого не надо делать. О, здравствуйте, Анджела. Как у вас дела с канолой? Все, видимо, нормально. Хорошо. Ладно, погнали запаркуем вот это дело, кунать на базу. В общем-то, мне кажется, если он будет стоять здесь, он никому не будет мешать. Хотя, ладно, погнали ближе к домику. Здесь у нас будет стоять ненужное, а вот здесь будет стоять нужное. Как я придумал, я молодец. Так. Вообще, если честно, по управлению, по модели, по звуку и вообще по всяким плюшкам, эта моделька мне нравится намного больше, чем Зил. Все, оглушимся. Блин, все нормально. Что хотели, сделали. В общем-то, друзья мои, в ближайшие дни, когда-нибудь, замутим с вами стремец. И, как видите, у нас здесь есть классные контрактики. Сбор урожая на свеколку. Может быть, я его возьму. А может быть и нет. Ничего не обещаю. Но 94 косаря, в общем-то, мне кажется, что возьму, потому что бабло нам нужно. Нам очень нужны деньги. Короче, будет стремец, где будем собирать чужой урожай, будем его продавать. У нас есть свеколка, есть большое поле, десятое, с овсом. Второе поле гигантское, вон, есть тоже с овсом. И восьмое поле тоже с овсом. Вот оно, восьмое, второе, десятое, везде овес, девятое, можно убрать свеклу. Так что контракты будут веселые. Я, скорее всего, раньше начну все это делать, перед стримом, если у меня время какое-то появится. Потому что деньги нам нужны. И, друзья, у меня для вас очередной опросик. Что мы будем делать дальше? Я вам, в общем-то, предлагаю два варианта. Первый вариант, это купить новое поле, седьмое. И здесь у нас появится также коровник и всякие производственные вот эти штуки для корма смесей и прочей фигни. Склад соломы и так далее. Вместе с полем это все идет, 718 тысяч это все дело стоит. В общем-то, можем заняться этим и разведем коровок тогда, соответственно. Или же можем взять вот этот гигантский участок. Он стоит тоже ориентировочно 700 тысяч плюс-минус. Здесь у нас находятся всякие карьеры. Правда, придется еще где-то тут какой-то тоже докупать. Я не помню, где точно находится все это дело. В общем-то, это не важно на данный момент, тут уже копейки. И мы займемся постройкой плотины тогда. Ну, в следующий раз мы в любом случае ей займемся, потому что сюда можно будет первую стадию уже запускать. Там надо пару работников, инструментов купить им. Мы это в следующий раз все сделаем. В любом случае. Ну, в общем-то, от вас, как обычно, в правом верхнем углу голосовалочка. Тыкаем понравившийся вариант. Ну и, соответственно, кто больше наберет голосов, плотина или коровник, то, собственно, на то и будем копить деньги. Разумеется, мы в следующий раз мы купим вот это вот все. И мы только сможем туда отвезти работников. Короче, строительство плотины еще не начнется. Это так просто. Мы его начнем, но это все не на одну серию получится, друзья. Для тех, друзья, кто не знает, что вообще такое плотина, короче, здесь есть возможность построить дамбу. Она как бы уже была построена, но, короче, она разрушена. И строится она довольно-таки долго, в несколько этапов. Для начала нужно сюда привезти рабочих и инструменты. И они, в общем-то, будут расчищать сначала все вот это дело. Потом нужно привезти сюда кучу песка, кучу гравия и кучу всего еще. Можно, в принципе, даже нажать Ctrl-R и посмотреть. Да, плотина. Сначала работника и инструменты. Соответственно, появляется стройка. Вроде как это все делается типа полтора дня при непрерывной работе. Во, а потом, короче, работника, инструменты. Еще надо будет завести песка. 250 кубов. Это довольно много, кстати. На этой карте нет таких масштабов производственных, как на свапе, например. Гравий, цемент. Блин, а цемент у нас где? На цементном заводе или цемент мы так добываем? Я что-то как-то пропустил этот момент. Ладно, я с этим всем разберусь. Короче говоря, до хрена всего нужно будет привезти. И досок. Блин, а это надо будет лес, получается, пилить. Или покупать доски. Но я за то, чтобы лес пилить, правильно? Тут инструменты. Единственное, что надо будет покупать. Сколько тут? Три поддона, они по-моему по 4000 литров. Ладно, с этим всем разберемся. Это без разницы. Короче, надо фармить бабло. И, в общем-то, если хотите плотину, то будем строить плотину. Если хотите коровок, то займемся сначала коровками. В любом случае, мы будем делать и то, и другое. Просто что из этого первого зависит от вас. Голосовалка там, в общем-то, была. Тыкайте. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Чтобы не пропустить стримец, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы его прям стопудово не пропустить. Можете вступить в группу ВКонтакте и там нажать на кнопочку «Получать уведомления». И все анонсы там происходят. Или же вступайте к нам в Дискорд. Там тоже все анонсы, как правило, есть. Я про них не забываю. Стрим, скорее всего, будет в среду вечером. Скорее всего, я ничего не обещаю, но вот, скорее всего, пока что по плану именно так. Также, друзья, не забываем про лосики, комментарии. В общем-то, что я вас учу, вы все и так прекрасно знаете. Всем, в общем-то, друзья, спасибо за внимание. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Здесь, вон, жужжат пчелки. Блин, страшно, на самом деле. Давайте-ка посмотрим, что у нас тут в глобале пишет. Производительность 100 литров в час. Короче, да, меда будет немного. Но ничего страшного. Мед зато дорогой. По 9 косарей, почти по 10. Но анимации никаких здесь нету. Может, сожжали пасечника нашего. Блин, страшно, меня это жужжание, оно пугает. Меда будет немного. Субтитры создавал DimaTorzok